Лидера КНДР Ким Чинына приветствовали накануне в Приморье. Первыми в России почётного гостя встретили министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяка. Церемония встречи состоялась на железнодорожной станции «Хасан». Высший руководитель КНДР спустился со ступеней бронепоезда на красную дорожку, где его ждал почётный караул и военный оркестр. Ким Чинын послушал генн Корейской Народно-демократической Республики и Российской Федерации, пожал руки представителям приветствующей стороны. После обмена короткими приветствиями и торжественной части мероприятия, стороны переместились в один из залов железнодорожной станции для переговоров. Мы четыре года назад встречались здесь же с председателем государственных дел, товарищем Ким Чиныном. И мы поговорили о том, что, конечно, уже мы ожидаем в этом году открытия совместных проектов, связанных с развитием туризма, развитием сельского хозяйства. То есть, безусловно, это вопросы, связанные, в общем-то, и со строительством. Поэтому, конечно, сейчас комиссии будут прорабатывать эти механизмы, но мы надеемся, что здравоохранение Кореи снимет те ограничения, которые позволят более плотным контактам, то есть, ну и сам по себе визит товарища Ким Чинына в Россию. Это уже знак того, что эти контакты будут продолжены на уровне не только глав государственного, на уровне рабочих групп, на уровне различных комиссий, но и самое главное, на уровне тех деловых и экономических связей, которые и дружественных, которые всегда связывали наши страны. Мы к этому готовы, предложили несколько вариантов сотрудничества. Я думаю, что мы эту работу продолжим, ну и по мере возможности, конечно, обменяемся визитами, в том числе и в Корею со стороны приморской делегации, как только будет уже сняты окончательно ограничения по системе здравоохранения Кореи.